много кто умеет чистить снег но вот правильно это делать могут не только лишь всем проблема в том что снег падает неравномерно то идет не идет непонятно какой то как и вся наша жизнь обычно снега падает сразу много а потом на какое-то время он перестает например всю ночь был снегопад из травы ползаешь удивленно охаешь них и россии сколько снега но что делать быстренько раскапываешь машину и дорожку до нее сажаешь быстренько детей отводишь детский сад школу ну там старики попытки естественно выезжаешь потом приезжает трактор делает огромные бруствер там вычищает естественно улицу но тебе быстро тоже надо раскопать потому что надо его если не убрать его тогда тебе придет запрыгивать обратно ну и снег перестает валить начинается зимняя сказка вроде все окей вроде да и на этом месте люди перестают копать это же логично выехать уже можно не обратно заехать опять же с наскоком и сразу домой чай пить ну или портвейн то что зима холодно лучше на портвейн снег то еще полным полно проблема в том что если вы не убрать следующий снегопад завалит все так что уже за полчаса не раскопаться на части из-за того что сугроба просто некуда будет девать везде снег на если он через день чуть потает то потом соответственно за ночь чуть подмерзнет пластиковой лопаты уже не хватит придется долбить каким-то ломом или железной острой лопатой а секрет какой секрет очень простой копать снег нужно даже тогда когда он не идет особенно тогда когда он не идет потому что это как-то контр и ну идти на поэтому люди не копают ну типа не сыпется чем копать но надежнее все же немножко убрать отсюда оттуда тут перенес тут раскопал 10 минут перед выездом напомню снег не идет но перед выездом ты все равно 10 минут покопал приехал еще 10 минут покопал вроде 20 минут все же чисто а ты все равно копаешь переносишь очищаешь понемногу каждый день и к следующему снегопаду все просто повторяется все удается выползаешь с утра охаешь 15 минут дорожечка и все по новой не все опять получается опять зимняя сказка опять портвейн долбить не надо а вот у брата моего друга все иначе ночью снег утром раскопал дорожку до машины раскачался выехал заехал портвейн на следующий день снега нет хорошо чего копать то можно не копать въезд раскопан сугробы сами к весне растают ночью опять снег и выходить с разгона уже не получается ложишься на брюхо ладно подкопал выбрался дети опоздали в школу естественно там за 15 минут тебе уже не получится если снег некуда девать бывает марион извините пробки сами видите какой снегопад коммунальщики проклятые ни хера не чистят борисыч да ужас просто извини опоздал ну вот все все же опаздывает еще и машина не знали не завелась зима подкаралась незаметно все как всегда серега вообще дома остался проклятый он далек три дня в неделю это мы тут как негры в офисе вкалываем они все пижаму зуми расселись проклятые вот так вот глаза выпучили смотрят обратно по колее ну как-нибудь заскочу в гараж давайте работать парни а ночью снег теперь чтобы выехать копать придется целый день и ни одному возможно придется кого-то вызывать а потом ночью опять снег у стартаперов та же самая история поначалу тебя нет денег нет продукта нет счетов по мере разработки продукт появляется но счета копится на день по-прежнему нет потом ты снимаешь офис нанимаешь пару человек продукт почти готов и тебя на тебя начинает сыпаться счета причем что характерно сразу кучей вот еще одна интересная мысль когда снег идет это прекрасно видно люди видят снег на это что людям в конце месяца придется платить зарплату тоже довольно очевидная мысль но она почему-то в голову уже приходит не всем стартаперов не всем фаундерам и некоторые из них даже умудряется проводить консультации насчет успешного успеха личностного роста и захвата новых азиатских рынков потому что в конце месяца когда считано копились и нужно вдруг быстро быстро найти денег есть два стула можно оголцело пичить свой стартап в надежде поднять инвестиции а можно дико продавать свой продукт недоделанный несуществующим ну или хорошем случае существующим клиентом крутые founder делают и то и другое и если вы что-то из себя представляете первая куча счетов будет раскидана ну или нет возможно придется долбить а беда в чем что скоро новый снегопад через месяц примерно вам нужны саппорт вам нужны рецензии мобильное приложение хостинг облака юристы для инкорпорации и новая куча счетов будет скорее всего больше прежней и может так выйти что цб поднимет ключевую ставку денег станет найти сложнее продукт ваш продавать станет сложнее появятся конкуренты которые делать все гораздо хуже на коленке но он будет дешевле и будет работать и если счета вашей всю дорогу копились то новую кучу раскопать уже не получится понимаете о чем я останавливаться нельзя копать нужно даже если снег перестал особенно если снег перестал потому что тогда его не видно он еще и